Сегодня в этом видео будет затронуто сразу несколько ключевых, очень важных тем, часто запрашиваемых на моем канале. Это тема возрастного гардероба, гардероба для полных, осеннего гардероба, то, что сейчас очень актуально для нас, для всех. Собственно говоря, самое главное, это капсульный гардероб, то есть те принципы, которыми пользуюсь я. Сегодня я с вами поделюсь своими секретами и наработками в этом видео, так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. Всем привет, меня зовут Анна Германова, я персональный стилист, а вы на моем канале YouTube. Я вам сегодня покажу реальную свою презентацию для клиента, которую заказал реальный человек. Возможно, что-то вы подчеркнете для себя именно в стилистике, в цвете, либо вы просто поймете, как это делать и попробуйте повторить то же самое со своим гардеробом, со своими внешними данными и всеми теми условиями, которые диктует нам, собственно говоря, наша внешность. Наша деятельность, наши потребности. Заранее прошу прощения за фон в виде лая собак, потому что это соседские собаки, я не могу ими управлять, соответственно, постоянно будет какой-то лай. И, к сожалению, звукоизоляция у меня здесь не предусмотрена никакой. Так вот, с чего же начинается работа над капсульным гардеробом для определенного человека? Естественно, со знакомства с этим человеком, виртуального знакомства, то есть я анкетирую девушку-женщину, которая обращается ко мне за вот этой услугой онлайн-шоппинг, и выясняю все ее вкусовые предпочтения, как она отдыхает, какую музыку она слушает, куда она ходит, какие у нее активности в жизни, все ее, естественно, параметры. Прошу прикрепить несколько фотографий в облегающей одежде или в купальнике. Многие из этих вопросов должны немножечко приоткрыть вашу сущность и найти главные вот такие вот ключевые рычаги, на которые можно дергать и двигаться в направлении вашей стилистики. Итак, познакомься с моим клиентом сегодня, потому что иллюстрацию, иллюстрировать сегодняшнее повествование, я буду именно ее онлайн-шоппингом, то есть презентацией, которую я готовила для нее. Я изменила имя, но остальные параметры я оставила прежними. Итак, мою клиентку зовут Ольга, ей 53 года, она генеральный директор компании и живет в городе Иркутск. Соответственно, ее предпочтения цветовые достаточно базовые, любит больше синюю палитру с оттенками синего и носит 58-60 размер одежды. И главной задачей ее было скорректировать немного свои пропорции в сторону вытягивания вверх и сужения их, и, соответственно, разнообразить свой гардероб, потому что Ольга считает, что она одевается скучно и неинтересно, и ограничена в цветах, ограничена в каких-то вещах. Поэтому своей капсулой я, естественно, хочу раскрепостить немножко Олины горизонты, фэшн-горизонты, и дать ей возможность понять, что многие цвета ей доступны, осень будет нескучной. Ольга, как и многие из нас, страдает заболеванием импульсной покупки. В ее гардероб очень часто попадают случайные вещи, которые не вписываются потом ни в один образ. И собирается она обычно утром, не подготавливая что-то с вечера, соответственно, тоже очень быстро. Поэтому для нее принцип капсульного гардероба очень важен. И это хороший метод без проблем собираться по утрам. Ведь именно такая система капсульного гардероба подразумевает, что внутри капсулы все вещи между собой отлично сочетаются. И если не на 100%, то они хотя бы гармонируют по цвету, по принту, по настроению, по стилистике между собой. И при комплектации этих вещей ошибок быть не должно. Согласитесь, что иметь капсульный гардероб очень полезно. Итак, какими принципами я пользовалась при составлении капсулы для Оли? Для того, чтобы сузить ее силуэт, вытянуть его вирзуально, при этом не быть скучным ни в темных цветах. Кстати говоря, в этой капсуле не будет ни одной черной вещи. Поэтому осень будет у Ольги яркой. В трендовых, глубоких, дорогих, таких драгоценных даже, я бы сказала, интересных осенних цветах. И главный принцип комбинаторности в этой капсуле следующий. Благородные цвета, которые одного тона, насыщенности, но разного цвета. Которые не создают большого контраста и поэтому не дробят фигуру. Но при этом создают очень красивое, гармоничное сочетание между собой. Второе. Это различные фактуры и принты. Но исключением в этом случае являются слишком большие принты с контрастным каким-то узором. И вязаные изделия. Также я добавила в эту группу яркие аксессуары. Но они опять же будут гармонировать с цветом брюк. Потому что их будет преимущественно больше, чем юбок. Юбок вообще не будет в этой капсуле. Но это не значит, что они не должны быть у вас, соответственно. Потому что я выполняла запрос конкретного человека. И я буду создавать многослойные образы, которые при этом не будут увеличивать в размере Ольгу. Итак, давайте посмотрим, с чего же я начала. А начала я с подбора цветов. Вы видите перед собой то, чем я вдохновлялась. Естественно, это не исключает других краплений в цветов. И развивать эту палитру можно во все стороны. Но ключевые, вот такие вот знаковые цвета, они здесь есть. И вы видите, что гамма очень насыщенная, очень красивая, природная. Не глупая, очень женственная. Есть и свежие цвета, есть и глубокие насыщенные цвета. Которые сделают любую девушку и женщину красивой и элегантной. После того, когда я собрала вот эти цвета и поискала, первой сделала такой серчинг, то есть посмотрела магазины, в которых одевается Ольга. Она тоже о них написала. Потому что легче всего, естественно, найти вещи в тех магазинах, в которых уже одевается клиент. И узнает, что там он может себе что-то всегда подобрать, но не знает, например, что из всего этого ассортимента ему выбрать. И бывает так, что сначала не палитра приходит в голову, то есть не цвета. Соответственно, если у вас есть красное пальто, и вы любите его очень сильно, например, или у вас есть бежевое пальто и какие-нибудь изумрудные, изумрудная юбка, то, в принципе, это уже хорошая отправная точка, чтобы развивать эту капсулу внутри своего гардероба. И это более правильный даже путь. Поэтому я, естественно, опиралась на то, что уже есть в гардеробе у Ольги, потому что это не первый наш с ней совместный шоппинг, Ольге еще требовалась такая свежая как бы струя цвета, то, соответственно, для меня это был определяющий слайд. Для вас, естественно, ваш гардероб будет определяющий. Второй борт, который вырисовывается после всего, после каких-то вот каких-то ключевых моментов, то есть это цвет, это настроение, это ключевые вещи, это mood board. Другими словами, доска вдохновения, то есть такой коллаж, где собраны все визуальные образы, которые всплывают в сознании, когда мы смотрим на наш гардероб, который мы сделаем, который я делаю для Ольги. Вообще, для того, чтобы найти свой стиль, очень часто стилисты советуют, собирайте подборки из журналов и так далее. Собственно, вот он перед вами, этот mood board, который я составила для Ольги. Здесь есть ключевые вещи, которые я нашла на тот момент в интернет-магазинах, так и ключевых вещей, которые могут подойти моему клиенту. И теперь я хочу объяснить моему клиенту, чем, собственно, я вдохновлялась, какая картинка вдохновения у меня находилась в голове. Таким образом, я погружаю своего клиента, а вы, собственно, в самих себя, когда будете делать такой борт для себя, в то, что вы хотели бы купить, найти, и как бы вы это хотели носить. Итак, с вдохновением стало все понятнее. С цветом тоже теперь мы определились, что это будет. Теперь, собственно говоря, те вещи, которые я подбираю. Рассмотрим по позициям того, из чего будет состоять капсульный гардероб. Итак, первое, верхняя одежда. Здесь вы видите 8 позиций, которые рассчитаны на мягкую осень. Верха второй слой, как еще можно его назвать. То, что мы надеваем на топ, блузу, рубашку, футболку. Почему так много жакетов, да, можно задать вопрос? Потому что я не хочу использовать трикотаж. Я считаю, что трикотаж, конечно, очень уютный и так далее. Но для образа жизни Ольги, она все-таки генеральный директор. И, соответственно, жакеты, причем без подкладки, без подплечников, например, хотя ей подписчики конкретно ее фигуру не повредят, это отличное решение. Плюс жакеты в этом сезоне это просто must-have, поэтому не предложите несколько разных вариаций жакетов. Я не могла. Жакеты все удлиненные. Как вы видите, на одной пуговице, потому что именно такая модель жакета всегда визуально нас сужает. И чем больше пуговиц, тем больше внимания на вот эту зону, которая, собственно говоря, бывает очень зыбкой у многих женщин. Соответственно, при полноте. Соответственно, одна пуговица и либо расстегнутый жакет, либо, как вот в первой вещи, не спадающие по диагонали такие создающие, они создают вертикальную линию, вытягивающую силуэт. Внизу уже более такая теплая одежда, которую можно между собой комбинировать. И вы увидите потом комбинации обязательно из этих вещей. Пончо, которое, кстати, можно накинуть практически на все рядом стоящие изделия, может быть, кроме полосатого жакета. Пальто. Силуэт у него простой, может быть абсолютно простой. Чуть ниже колена он должен заканчиваться, не ниже, потому что если он будет заканчиваться при росте метр шестьдесят ниже колена чашечки, то есть намного ниже, то тогда рост будет скрадываться еще больше. Можно попробовать чуть выше колена. То есть здесь, кстати говоря, тоже отличный прием. Либо по колено, либо чуть ниже. То есть с этой длиной при невысоком росте отлично может все сложиться. Так, переходим к первому слою, то есть к верху. Это топы, блузы, рубашки, футболки и так далее. Тоже восемь позиций я предлагаю. Абсолютно разные, заметьте. Это могут быть и топы без рукавов или футболочного типа, как первая вещь, изумрудно-зеленая. Белый топ вместо белой рубашки. Обратите внимание, он полуприлегающего силуэта. Три четверти рукав. Все это отлично работает на то, чтобы немножко скорректировать полноту и придать ей невесомый вид. Топ с V-образным вырезом, бледно-розовый. Это тоже база, кстати говоря. И тут я хочу рассказать про соотношение базовых вещей к более сложным фэшн вещам. То есть словом фэшн мы обозначаем сложно сочиненные вещи с принтом, с каким-то интересным декором. Так вот здесь можно сказать, что основная часть это базовые вещи. Кстати, если вернуться назад к верхней одежде, то не базовыми здесь является только пончи и жакет, волосатый жакет. Все остальное это база, с которой очень легко комбинировать. Она не крещащих цветов, но при этом интересных цветов. То есть принцип такой. Обычно все пользуются такими цифрами, как 70 на 30. То есть 70% гардероба должно быть базовым и 30% фэшн. То есть какие-то сложные сочиненные вещи. Обязательно проверьте свой шкаф на процентное соотношение. Понятно, что если вы, например, являетесь каким-то креативным человеком, то процентное соотношение фэшн к базе будет значительно меняться. И тут нужно понимать вашу деятельность. Соответственно, обратитесь к самому себе и задайте себе вопрос. Чем вы занимаетесь и соответствует ли ваш гардероб вашей активности. Возвращаемся к первому слою. Также здесь тоже две небазовые вещи, так как, чтобы разнообразить и как раз придать такую изюминку, перчинку образом. Это очень модный в этом сезоне принт, леопардовый принт, то есть анималистичный принт. И полоска, которая, ну, здесь она вне сезона, вне времени. Она всегда была актуальна и будет актуальна, причем в таких интересных цветах. И многие из вас скажут, ну как же, она не высокого роста, еще полосы какие-то активные. Итак, я объясню. Полосы будут работать против вас, если они очень контрастного цвета. В этом случае блуза не контрастная, то есть цвета между собой одного тонна и разные по цвету. Они не контрастируют и не дробят фигуру. Это очень важный момент, учтите. Следующая серия вещей это трикотаж и низы. Так как Ольга не любит носить платье и юбки, то в ее гардеробе, в ее гардеробе я не стала насильно включать какую-то юбку. Во что бы то ни стало. Потому что, ну, некомфортно человеку, зачем его третировать этим. Вот. Соответственно, вы видите здесь 4 пары брюк. Одна из которых, на мой взгляд, вообще совершенно. Это зеленые брюки с мелким рапортом, мелким таким принтом графическим. И такие брюки отлично подойдут девушкам корпулентным и невысокого роста тоже. Почему? Потому что этот принт не создает объема. Он наоборот, как бы немножко даже сжимает его. И форма брюк такая, вытянутая, при этом открывающая щиколотку, отлично подойдет и для осеннего сезона тоже. Вы спросите, а что носить, собственно говоря, с какой обувью? Мы об этом поговорим чуть позже. И остальные пары брюк, это темно-синие джинсы. Кстати, о джинсах в этом сезоне и вообще, в принципе, для девушек не популентных девушек, для высоких и невысоких, неважно, которые хотят немножко себя сузить и выглядеть стройнее, придать стройность ногам и бедрам, лучше всего выбирать однотонные джинсы. Тем более для осенне-зимнего сезона, для которого, собственно говоря, мы сочиняем эту капсулу. И еще две пары брюк, они одинакового фасона, но разного цвета. Цвета просто потрясающие. Один из молоднейших цветов этого сезона, такой карамельно-камельный, в общем, бежевый цвет. И второй цвет такой более сдержанный, но не менее интересный, такой граната или сливы, даже сливы, наверное, не знаю. Трикотаж, который я, честно говоря, побаиваюсь и, не очень даже люблю сама носить, и поэтому не советую особо клиентам плодить у себя трикотажные вещи. Конечно, это очень удобно, это уютно, это тепло, но, в принципе, подборки трикотажа должны быть такими. Он не должен быть слишком флюидным и прозрачным, он не должен быть слишком объемным, и вязка не должна быть слишком объемная. Он должен хорошо сидеть на плечах у вас, чтобы не спадал никуда и не двигался, и поэтому не размазывал ваш силуэт еще больше. Он должен быть хорошей длины, до середины паха доходить. И, если дело касается кардиганов, то обычный кардиган, не плотные вязки, средние вязки, тонный, не меланж, потому что меланж вообще очень сложный такой материал, и он может простить очень образ. Не нужно в трикотаже себя как-то распускать. Но вы видите, что я предложила полосатый трикотаж. Полоска, мелкая полоска горизонтальная, она, опять же, работает на небольшое уменьшение объема. Поэтому пользуйтесь этим приемом тоже. И в заключении два платья, которые я сюда вставила так скромно. Но, естественно, это не значит, что Ольга нужно побежать и купить эти платья. Я просто предлагаю ей две модели, которые подойдут ее типу фигуры. И первая модель это запах, платье на запах, с таким не супер контрастным принтом, который не устаревает. Это не бабский принт, это как раз тот правильный принт, который будет всегда актуален. Абстракция, причем не очень контрастная, в красивых, благородных оттенках, не ярких. И второй вариант это более такое расслабленное, можно так сказать, платье средней длины. Его нужно будет укорачивать, я думаю, потому что у Ольги ниже среднего рост. Поэтому длина этого платья должна быть чуть ниже колена. То есть прикрывать колено и достаточно. Соответственно, это платье просто имеет очень красивый цвет и V-образный вырез, который комплементарен образу, который я для нее составляю. И такое платье легко комбинировать со всеми жакетами, которые я предлагаю, с кардиганом, с верхней одеждой. И это просто для сборов по утрам. То есть надели черные колготки, ботинки, косуху. И вот вы уже готовы сесть в машину и поехать в свой офис, к примеру, и заниматься своими делами. Вот. Обувь. Здесь вы видите практически одинаковые ботинки. Да, я не предлагаю сапог, я не предлагаю на большом высоком каблуке, потому что запрос Ольги гласил о том, что, собственно, неудобно ей ходить на каблуках высоких, и ей это не нужно. И, соответственно, совсем без каблука тоже жить скучно. Соответственно, здесь всегда маленький средний каблучок, открытая щиколотка немножко, либо закрытая, но облегающая щиколотку, что тоже. И идеально подходящие цвета под все вещи, которые были мною озвучены, и вы их уже видели. Две пары разных лоферов, которые отлично могут... Здесь могли бы быть, например, и туфли, естественно, но это уже есть в гардеробе у Ольги, поэтому я добавляю только те вещи, которые ей необходимы. Соответственно, лоферы, причем одни принтованные, интересные, то есть дизайнерские, они могут стать акцентом, причем единственным акцентом в образе и привлечь внимание, собственно говоря, к его персоне. И вторые, более сдержанные, но не менее красивые, потому что они имеют изумрудно насыщенный такой зеленый, голубо-зеленый цвет, который, собственно говоря, отлично впишется в ее образы. И теперь еще последний вкусный слайд, точнее, не последний, с подборкой аксессуаров. Вы видите здесь три сумки, две из которых похожи по цвету, и, конечно же, можно их заменить на те цвета, которые я в самом начале озвучивала. То есть здесь я показываю разность в размерах и решение фактуры и ее жесткости. То есть две большие сумки и одна сумка, которую можно надеть на выход. Такая сумка для более свободного передвижения. Два палантина или платка с похожими принтами, но при этом они разные. Один мелкий, другой чуть крупнее. Еще одна сумка на вечер, вечерняя сумка. Головной убор. Ольга спрашивала про головной убор. Я, естественно, как вы поняли, за кепку в этом сезоне. И я, честно говоря, практически не знаю внешности, которой бы не подошел вот такой вот козырек. Потому что это только лишь ваши предрассудки вам мешают их носить. Кто-то их называет полицейскими кепками, кто-то шоферскими. Друзья мои, это ваши стереотипы. Боритесь с ними и не мешайте нам быть модными. Поэтому я предложила Ольге кепку. Потому что шапка, честно говоря, никакая сюда не впишется. Шляпа, честно говоря, будет ее немножко заземлять. И будет придавать взрослости. Еще такой вот, какой-то такой ментальный. И два ожерелья, точнее, не ожерелье, а одно ожерелье. Второе, пулон и ремень, который тоже отлично впишется в гардеробе у Ольги. Теперь мы переходим к самому интересному. Это к сбору образов из этих вещей. В левой части экрана вы видите то, что мы надеваем сверху. То есть верхняя одежда и аксессуары, которые, когда мы выходим на улицу, что мы на себя накидываем. И два образа внизу. Первый образ подойдет больше для повседневных, каких-то неофициальных дел. То есть просто либо выходной день, либо просто что-то неофициальное. Второй вариант уже может вписаться и в офисный гардероб. И также быть менее официальным. Потому что я использую здесь трикотаж и полоску, которая всегда снижает градус официальности в луке. Следующая тройка это опять же пальто, сумка, уже другая сумка. Соответственно ее можно менять с предыдущим образом, менять обувь и сумки. И соответственно у вас получится еще больше образов. И от этого ваша комбинаторность и возможные сочетания увеличиваются. И справа видите вариант один с жакетом. И второй вариант с синей блузой. Жакет и отлично гармонирует с брюками. И в первом и во втором случае. И здесь лучше не заправлять рубашку. То есть носить ее на выпуск. Но если вам позволяет талия и у вас нету какого-то лишнего объема на животе. То можно заправить один краешек. И оставить такую визуальную картинку того, что где у вас начинается талия и заканчивается нога. Это очень важный прием, когда вы хотите удлинить себя. Следующая тройка образов. Опять же с пальто. И вещь, которую я обыгрываю в них, это брюки с принтом. Первый вариант более официальный. Потому что блуза, жакет одного цвета. Блуза может быть застегнута глухо, как у меня сегодня. Либо расстегнуты первые две пуговицы, к примеру. Отличный прием. Кстати говоря, смотрим второй вариант. Второй вариант более кэжельный. Но там появляется яркая обувь, которая перекликается с топом. Кстати говоря, топ очень удачный. Он по диагонали, у него скроен низ. И соответственно, эта диагональ, опять же, немножко убирает объем в области, визуально убирает, естественно, объем в области бедер. И его немножечко делает более вытянутым, более худым, можно так сказать. Жилет, который я предлагаю носить вместо кардигана для теплоты. То, что мы носим все время какие-то кардиганчики. Вот жилет выступает в этом случае хорошей заменой и альтернативой кардиганам. И его можно... В нем всегда тепло. При этом он не создает огромного объема, если это легкий пуховой жилет. При этом вы еще модно выглядите. То есть здесь сразу несколько мы зайцев убиваем сразу. И последний вариант номер три. Те же самые брюки. Блузу белую. Более такой, может быть, торжественный образ. Можно его надеть с лодочками, например. Или с теми же лоферами. Но если вы выходите на улицу, например, вот такие ботинки с высоким голенищем, но при этом узким, отлично будут вытягивать силуэт. Потому что они по тону совпадают с тоном брюк. Следующие три варианта с косухой. Первый вариант здесь все понятно. Более кэжельный, но при этом очень игривый. Вторые два варианта с брюками camel. И обувь, опять же, совпадает по цвету. И таким образом вы, опять же, вытягиваете свой силуэт. Плюс на вытягивание силуэта здесь работает отлично трикотажный кардиган. Соответственно, обувь здесь тоже можно менять. И получится миллион разных интересных комбинаций. Следующие три варианта с жакетом, имитирующим кожу. Жакет не застегивается. То есть он плавно не спадает вниз. И формирует, опять же, красивую вертикаль, которая работает на вытягивание силуэта. Меняем брюки различные. Меняем обувь. Добавляем разные рубашки. В первом, втором и третьем случае сумки. И получаются три разных абсолютно образа, которые можно надеть абсолютно в разные ситуации жизненные. Следующие три варианта с пончо. Я думаю, что это пончо вообще, в принципе, можно накидывать на любую верхнюю одежду. В данном случае она отлично впишется в этот гардероб за счет своего цвета. И это еще одна альтернатива теплой одежде. То есть вы можете укутаться в это пончо, и вам будет модно и тепло. Здесь также красивое очень сочетание жакета и брюк. Понятно, что с джинсами, с денимом вообще все прекрасно сочетается. Тут даже не нужно ничего комментировать. Следующие два варианта с платьями. Собственно, вот то, о чем я говорила. Черный колгот, который совпадает приблизительно по цвету с обувью. То есть не создают контраста, не режут ногу. Либо это могут быть сапоги высокие. Тут все зависит от полноты ноги и от вашего личного комфорта. Плюс пальто, которое по длине не будет спорить с платьями. И даже если платья будет немножечко, на несколько сантиметров торчат из-под пальто, ничего в этом страшного нет. Это абсолютно нормально. Можно носить с курткой косухой эти платья. То есть с любыми верхами, которые я предложила, все это тоже можно комплектовать. Следующие три варианта с вот этим сложным топом. На самом деле, действительно, топ сложный, но у него есть преимущество. Он держит форму, то есть он не такой какой-то расхлябанный, флюидный. Про полоску я уже говорила. Она не спорит, цвета не спорят между собой и не дробят силуэт. Три четверти рукав это отличное решение для крупных девушек, потому что открывать свои самые тонкие красивые части тела, это то, что вам необходимо в этом случае. И, соответственно, вот три образа на разные, опять же, случаи жизни. Все эти образы очень фактурные. Как вы видите, много разных фактур. При этом все выдержано в одной, вот в этой красивой гамме, которая не дробит силуэт. Я показала всего 20 образов. Их может быть гораздо больше, если менять между собой эти вещи, внедрять туда свои существующие вещи и так далее. То есть я показала принцип капсульного гардероба и комбинаторности внутри него. Дальше уже должна работать ваша, собственно, фантазия. Любое сочетание будет все равно органичным, потому что цвета в этой капсуле очень хорошо друг с другом работают. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным, что вы вдохновились и теперь откроете свой шкаф и вдохнете в него новую жизнь, что вы соберете несколько классных капсул. Кстати говоря, капсул может быть в гардеробе неограниченное количество. Все это будет ограничиваться только вашим бюджетом и вашей активностью. То есть если вам, собственно говоря, нужно несколько капсул для разных жизненных ситуаций, то, пожалуйста, теперь вы знаете, как это можно сделать, как эту капсулу разработать. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях, что для вас было самым полезным. Поделитесь этим видео с теми, кто тоже озадачен какими-то похожими вопросами. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны на него. И до новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok